Я хочу зачитать стих с Писания Исайя, глава 53. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Слава Господу! Теперь я хочу вас всех поздравить с этим удивительным праздником. С праздником жадвы, с праздником благодарения. Слава Господу! Братья и сестры, слава Богу! Благословенный праздник! Знаете, он еще такой праздник, я бы сказал, задумчивый и очень-очень важный. Важный в том отношении, что я вспоминаю свое, так сказать, детство. Много пробывал я раньше в советские годы, родители отсылали детей или в пеннинские лагеря, или в деревню бабушки. Я вот тоже был в деревню бабушки, но все лето. Уезжал туда, становился своим для деревенских ребят. И вот вспоминаю такую ситуацию тоже. Как-то раз мы повезли нас отвастить обед на поле этим работникам, которые комбайнеры жрут в поле. И вот мы поехали с парнем, там на машине, я не помню, такая старая машина, привезти это. И когда мы разгружали этот обед, стоял там, помню, поседатель, зять-ка такой важный, и комбайнеры собрались. Это уже было конец, уже жатвы. И вот они-то как-то живо так разговаривают, знаете, по-семейному, так вот даже дружно. Во-первых, друг друга все знают. Все с одной деревни, с одного колхоза. Вот, Егорыч, надо еще пройти, значит, эти поля, вот с этого края. Михалыч, что там у тебя с Невой? Да уж опять каленвал пошел поломался. Ну что ж вы, как эти ребята? И вот они говорят, говорят так живо. А помните этот самый, тут был дождь? Да, как мы переживали. А если же он действительно побьет, там что-то побьет эту Неву или как, я не понимал. Но вот до сих пор у меня как-то осталось это живое воспоминание, братья и сестры, воспоминание вот о том труде, который каждый из нас тоже переживает. Это верно. У каждого из нас есть дачи, огороды. И мы смотрим в конце, вот когда все это прошло, когда уже идет жатва, закончилась жатва, поле перепахано, и человек стоит, может даже один этот поседатель стоит и переживает. Как хорошо. Все сошлось. Все прошло. Выбрано урожай. Сколько труда было. Сколько всего переживаний. Я даже с ним вспоминаю, эти ребята молодые, они были комбайнерами, помощниками. У них руки были все перебиты, знаете, такие от этих ключей гащи, или там помогали комбайнерам. Ночью они работали. Эти фары, я помню, у нас широкая улица в деревне, и едет этот комбайн, ночью они проезжали. Я только вспоминаю, действительно, смотришь на вот эти вот плоды, которые Господь Бог каждому из нас дал. И вот думаешь, что не хлебом единым жив человек. Правда? Не хлебом единым. Как Господь чудесным образом, вот как-то удивительно, в такой простоте, только, конечно, Богу, нашему Отцу, дано показать нам, всем нам, что вот мы видим этот плоды, ведь каждый из этих плод удивительным образом согрет солнцем Богом. Правильно? Помните этот стих такой, что ничто не сокрыто от теплоты Его. Ничто. Граждан, земля вращается с солнца, это я на своем огороде вы видел, действительно, стоит там какой-то у нас, не помню, плод, и, значит, он вращается с земля, естественно, солнце согревает его, и вот этот каждый плод, он согрет этим солнышком, и дождик пройдет, и все. Такая теплота показана Богу, заботится о плоде. А вот каково мы, братья и сестры, правда? Ведь праздник жатвы, это благодарение и жатва Бога. И с каким довольством, вот он смотрит на всех нас сейчас, вот на каждого из нас, братья и сестры, на каждого. И каждый из нас для него так дорог, так ценен. Если он этот фрукт солнышком поливает, то разве мы не имели ничего, верно? Сколько у нас свидетельств, кто рассказывал, много свидетельств, мы общаемся друг с другом, верно? И слушаешь, и ты свидетельств, поражаешься. Как Бог заботится? Кто-то рассказал, там, в точности дал сумму денег, такую вот нужно, в точности прокормил, в точности успел, в точности где-то помог в исцелении, облегчил рану, исцелил кого-то, слава Богу. Все заботится Бог. Как же он это удивительно, все это совершает. И представьте, на этот подвиг Господь смотрит с довольством. Я так вот представлял. Бездна, бездна судей Божьих. Бездна. Вот мы сидим здесь в церкви, а представьте, сколько тысяч и миллион, правда? Тысячи миллион. И Отец Небесный Бог, вот он этого каждого человека спасал, вел, заботился, учил его, вразумлял. И вот так вот тысяча людей, тысяча поколений, которых мы знаем сейчас, читаем книги, а может быть, сколько мы не знаем этих людей, верно? Сколько их было. Представьте, целая бездна этих людей. Вот фрукты, овощи мы собираем, забираем целыми машинами. Целые страны кормятся, верно? Целая страна и хлеб, и все заготовляют. А здесь судьбы, судьбы людские. Тысячи людей. И о всех нас заботится Господь. Слава Богу. И вот праздник благодарения, он и есть благодарение. Вот спасибо Господу. Благодарю Тебя, Господь. Это праздник, который нам всем дан в том отношении, чтобы мы стали, пускай даже в своем огороде, или где-то еще, а лучше всего в своей комнате. В своей комнате и вспомнили, как Давид. Вся моя жизнь прошла по прекрасным местам. Он говорит. Он обратился на свою жизнь и посмотрел, какая же моя жизнь была. Сколько было всего. И беготня Савулы, и мучения, и там, и здесь, становление Израиля, и народ, и падал Давид. Ну, Давид, он же человек. Но я хочу, братья и сестры, о нас сказать, правда? О нас сказать. Ведь мы же здесь с вами сейчас живем в этом поколении. И каждого из нас судьба. Вот эта вот дорога, которую мы оборачиваемся и вспоминаем, как же она пришла прекрасно. Верно? Вот сознайте сейчас. Она пришла прекрасно. Хотя мы, многие из нас, и переживали с жизнью, и переживаем и сейчас, и за детей, и за свою путь. Но все равно, как бы то ни было, Бог верный, правда, Бог праведный. И Он только, Он знает, как нас вести, меня вести. И потому я вспоминаю свою жизнь, вспоминаю, какая бы она ни была, но она удивительна. Правда? Она прекрасна. Вот так Он меня вел. Он, заметьте, каждого из нас вел меня, вот давайте скажем, кажется, на себе. Он меня вел и ведет. Так ведет чудесно. И там помогал, и здесь. И поможет. И поможет братья и сестры. Все совершится в конце. Совершится. Обязательно совершится. Но еще опять, но каждый урожай, мы знаем, он сохраняется. Вчера мы пошли за грибами, ходили по всему лесу. Собрали. Немножко, правда. Ну, там, белых немножко, чуть-чуть. Обошли вес с Олей, обошли леса, там, это, Роматова. Перепахали, честно говоря. Устали очень, очень. Такое свидетельство маленькое, знаете, ну, оплошность моя. Мало бензина залил. И в конце сидим, мы такие уставшие. Поехали? Поехали. Завожу, она не заводится. Я думаю, вот и все бензин. А Оля говорит, а ты взял бензин? Хватит, Оля, хватит, говорю. И тут она не заводится. Мы помолились, братья, все чудо. Это тоже милость Божья. Такое краткое свидетельство. На газу у меня никогда машина не заводится. Такое поколение там странно. Завелось. Поехали домой. Так что заводите, братья, побольше бензина. Так я к чему? К тому, что урожай, вот то, что мы вот собрали вчера этих немного грибов, приехали уставшие, и отдохнуть бы, отдохнуть. Но нет, Ноля говорит, надо же их перебрать, иначе они там скиснут до завтра. Да уль, завтра. Нет, надо сегодня. Так и здесь. Вот каждый урожай, вы сами знаете, что много бывает урожая на Неве бедных, тогда читаем о печи. Но главное его сохранить. Верно? Сохранить. И вот здесь тоже нам урок всем нам, дорогие братья и сестры, по поводу праздника, по поводу того, что размышления в жизни, ведь важно для нас еще и сохранить. Верно? Это спасение. Вот то, что нам Бог дал, то, что мы сегодня кушаем и видим, и имеем в себе самое важное, это спасение. Спасение Бог нам дал. И вот его нужно сохранить. Сохранить и употребить. Употребить, правда? Ведь мало того, что мы еще сохраняем, мы еще плоды и кушаем. И вот наше спасение, задача, вот заметьте, это я вкратце просто весь этот праздник благодарения, то, что мы сейчас наблюдаем. Спое спасение, наблюдаем благодарение, вспоминаем жизнь свою, как это все совершалось в нашей жизни. Потом мы спасение свое бережем, молимся, размышляем нам Словом Божьим, а потом его еще и употребляем. И в конце, прежде чем молиться, я хочу этот стих и зачитать. Он простой, Евангелие от Матвея, где сказано. Итак, извиняюсь, сейчас. Итак, молите, господин из жатвы, чтобы выслал, делайте на жатву свою. Это Матвея, 9 глава, 28 стих. Вот здесь последняя наша важная задача, чтобы мы все с вами, радуясь тому, что Господь нам послал это спасение и благословляет нашу жизнь, конечно же, нести Слово Божие, этот свет, быть солью на каждом месте, в себе в семье, на работе и так далее. Дорогие братья и сестры, молите господина жатвы. Я вот раньше размышлял очень удивительный стих. Вы знаете, вот скажу для такого человека, который, ну, я, знаешь, ничего не могу. Бывают люди, может, я общительный, а другие люди бывают малообщительные и так далее. И я не могу помочь в том-то, в том-то, в деле благовестия, естественно, я имею в виду. Очень важно. Но ведь каждый из нас, может, когда этот прочел этот стих, мне почему-то он легко просто открылся. Итак, молите господина жатвы. Вот как удивительно просто. Опять, вот эта простота господня, она очень просто. Каждый новый вклад может внести в это дело, вот в это дело благословенное, правда, жатвы господа. Но молиться-то я могу, правда? Молите господина жатвы, чтобы выслать делателя на жатву свою. Кто-то у нас, гидеоновые братья, ходят, проповедуют, благословенный труд. Кто-то вон там делает, у нас в церкви работают очень многие. Каждый занимается своим трудом. А ведь молитва это самое важное, верно? И вот ты, который брат и сестра, можешь внести этот клад именно в этом отношении. Помолись Господу, чтобы Господь благословил братьев, чудесных братьев, дал им слово, чтобы машины и так далее, все было обеспечено. Это такой колоссальный труд. Вот многие раньше думали, молиться, конечно, хорошо. Почему-то все время действие идет впереди человека, верно? Кажется, как-то более видно того, что мы видим плод, а не видим, как он взращивается, верно? Ну, посеяли зерно, а в земле-то все это, совершается этот процесс, удивительнейший процесс, верно? То же самое и здесь. Мы ничего не видим, а кто-то молится, вот молится в комнате, Господи, благослови наших братьев. Вот они ходят в больницу, дай им это благословение, слово такое, чтобы они только вошли в палату и свет светился, чтобы ненужное слово сказали человеку больному, главное, удержали его, послушали его, выслушали его, как бы он рассказал этому человеку, как болит и то, и то, и почему он на этой больничной койке, и так далее, и так далее. И ты молишься, молишься, и рассказываешь Богу все, все постепенно, потихонечку, и постепенно твой труд, он происходит такое желание, все больше и больше, и ты видишь плоды, видишь обязательно, братья и сестры, согласитесь, не мне вам рассказывать, многие из вас свидетели тому, что это совершается, молитва, это благословение. Еще раз всех нас с праздником, благословение, чтобы мы помнили, помнили все с путь свой, которым вел нас Господь, вот это и есть благодарение, оно всегда, как и Пасху мы празднуем, поздравляем, так и благодарение, жатва, благодарение, помнить, что Господь чудесным образом меня спас. Я ведь тоже не был грешником, ну таким страшным, я имею в виду, не курил, не пил, да, родители вроде хорошие, вот представьте себе, я раньше даже немножко комплексовал, слушаешь друзей, других людей, там я был, там таким-то, таким-то пьяницей, и такие истории думаешь, а я думаю, а что ж, а вот оно, в чем суть, ведь самое то и важное, не в этом, дорогие братья и сестры, что исцелил кого-то, от курева исцелил, правильно, от наркотиков, это благодарение Богу, это благодарение, но ведь главное, чего нас избавил Бог, братья и сестры, правда, от чего нас освободил Господь, от греха, вот оно, свидетельство мое, верно, мое свидетельство, я как обрадовался, как же чудесно, как же было страшно жить в этом рабстве, одиночество, и друзья у меня были, и все было вроде бы, но одиночество, оно сопровождает человека, человек, который не соединен с Богом, он одинок, он мучается этой жизни, страшно ему, и плачет он, вот ведь как оно получается, и это все грех, не давал человеку вот это успокоение, в клетке он жил, представьте, грех, а вроде бы и хороший человек, и добрый, и весел, душа в компании, я себе скажу, допустим, все было нормально, но ведь никто не видит вас, правда, а ведь Бог видел каждого из вас, как и плакали вы, и как искали этот путь, и как совращались на этом пути, а он, заметьте, все видел, родные и близкие никто не видели, а вы помните это, и когда вы впервые, может быть, сердце в этом, вот как-то проговорили к нему, Господи, кто-то говорит свидетельство, если ты есть, помоги, а кто-то просто так, помоги, уже не может ничего говорить, только помоги, а Бог здесь, Он всегда рядом, и вот это совершалось, вот это спасение, вот это жатва, помнить, братья и сестры, и благодарить, каждый день радоваться тому, что Бог совершил в жизни моей, с праздником вас, да благословит Господь, давайте помолимся, поблагодарим Бога, Отец Небесный, благодарим тебя, Аллилуйя, слава тебе.